Я решила на 2021 год ставить себе книжный вызов и прочитать 120 книг за год. Я очень быстро читаю, то есть у меня очень высокая скорость работы мозга, и это число мне показалось вполне приемлемым для того, чтобы его освоить за год, что, собственно, и получилось. Наверное, каждый ставил себе цели в январе – жить по-новому, завести полезные привычки и становиться лучше. И Новый год – отличный повод. Мотивировать себя читать, вписав это в план, довольно распространенная цель. Не теряет популярности и тренд здорового образа жизни. И это заметно. В барнаульских фитнес-залах после праздников любителей подкачаться стало в три раза больше, замечают руководители. Эта традиция уже существует очень много лет. После Нового года вот этот поток начинает больше и больше развиваться, приходить. Январь, февраль, март, апрель – это именно те месяца, когда люди начинают активно заниматься. Своим здоровьем, своей фигурой. Я, конечно, могу это объяснить, но каждый год мы немножко с улыбкой смотрим на это. Правда, со временем этот пыл у некоторых угасает и уже к марту наблюдается отток клиентов. Но они возвращаются за пару месяцев до лета в надежде за считанные недели подтянуть формы, что, опять-таки, по словам специалистов, не очень полезно. К слову, сейчас большим спросом пользуются эксперты и в области правильного питания. Процесс снижения веса у многих сезонный. Это конкретно про тех людей, у которых мотивация внешняя. Кто-то странеет к Новому году. Постранили, влезли в платье, погуляли и все, им больше ничего не нужно. Потом у нас процесс идет весной. К лету начинают странеет, на пляжный сезон. Все хотят щеголять в бикини с плоскими животиками. А вот другие берутся за интеллектуальные способности. По наблюдениям именно в январе становится больше желающих освоить английский язык. Сейчас спрос на курсы вырос вдвое. Январь, февраль, март, то есть до весны все хорошо. Вторая волна начинается летом. В основном, либо когда ученики взрослые хотят поехать в путешествие, и им нужно заговорить по-английски, либо когда они уже вернулись в путешествие и поняли, что их знания недостаточны, и навыкоговорения тоже нет, и они приходят для того, чтобы заговорить. Но, как известно, завести новое хобби легче, чем не сдаться в борьбе с ленью. Психологи рекомендуют браться не за все сразу, а выбрать одно занятие и регулярно посвящать время только ему. Нужно себе приобрести коуча. Коуч – это человек, который помогает вам и двигает вас, к которому вы отчитываетесь. Можете коучем сделать своего друга или свою маму, своего близкого человека. Говорят, требуй с меня, пожалуйста, это. И тогда у вас будет дополнительная опора. Важно научиться и правильно формулировать свои желания. По словам психологов, слово «цель» обязывает. Его лучше заменить на более мотивирующие слова. Мечта, фантазия или реалистичное слово «план». Около ста пунктов, но не факт, что я все это осуществлю. Кстати, по поводу планирования. Мне кажется, многим надо снять вот эти очки «я буду делать только так, как я придумал» и разрешить себе чего-то не делать. Разрешить себе признаться, что я уже не хочу это делать или «это слишком сложно для меня вот сейчас, у меня нет на это ресурсов, поэтому я сделаю это потом». И это очень важно, чтобы не было неврозности, которая как раз-таки снимается планированием. Судя по данным соцопросов, для россиян характерно ставить цели. Однако все, что мы планируем, направлено на личностный рост. В то время как жители других стран, например, Европы, давно планируют не только заботу о себе, но и всей планете. Например, борьбу с пластиком. Это, к слову, не только важный пункт ежедневника, но и законодательство.